Всем привет! Смотрите, как исправить такую ошибку, которая возникает при загрузке операционной системы Windows. Данная ошибка указывает на то, что система не может найти или загрузить нужные файлы для запуска операционной системы. Это может произойти из-за повреждения загружочных файлов, проблем с жестким диском или неправильной конфигурацией BIOS. Далее в видео мы детально разберем причины ее возникновения, как загрузить систему и как восстановить данные в случае такой проблемы. Как я уже говорил ранее, ошибка с таким кодом указывает на неправильную работу загрузчика. Система не может найти файлов для нормальной загрузки. Это может произойти в одном из таких случаев. После планирования и переноса операционной системы на SSD или другой жесткий диск. После установки двух и более систем на одном компьютере на разных накопителях. После добавления новых дисков или отключения одного из уже имеющихся накопителей. В результате изменения ID накопителя. А также из-за различных ошибок файловой системы и повреждения диска. Также ошибка с таким кодом может появляться спонтанно, без каких-либо действий пользователя и в некоторых случаях исчезать при последующей загрузке системы и снова появляться при следующих запусках. Итак, первое, что стоит сделать, это проверить физическое подключение вашего жесткого диска и других устройств. Отключите компьютер от питания и проверьте, хорошо ли подключены кабели к жесткому диску и материнской плате. Часто проблема может быть вызвана неплотным подключением. Если вам срочно нужно восстановить данные после возникновения данной ошибки, воспользуйтесь программой для восстановления данных Hetman Partition Recovery. Для этого нужно подключить накопитель, на котором была установлена система к другому ПК или ноутбуку с операционной системой Windows. Для подключения можно воспользоваться приходником USB to SATA или подключить напрямую к ПК. После подключения скачайте, установите и запустите программу Hetman Partition Recovery. В менеджере дисков найдите накопитель, с которого нужно восстановить данные. Определить его можно по объему. Далее кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее нужно указать тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для данного случая достаточно будет выполнить быстрое сканирование. В результате программа мгновенно просканирует диск и отобразит все найденные файлы и папки. Далее нужно лишь найти файлы, которые нужно восстановить. Если они лежали в папке документы, перейдите по пути пользователей, имя вашего пользователя, документы. Если вам не известны имена файлов, воспользуйтесь функцией поиска по имени. Нажмите здесь по кнопке поиска и введите имя в этой строке, а затем найти. Далее отметьте все, что нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Укажите путь куда сохранить файлы, диск и папку, а затем нажмите еще раз восстановить. После все файлы будут лежать в папке по указанному пути. Если программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню, кликните по диску правой кнопкой мыши «Проанализировать заново». Полный анализ. Укажите файловую систему. Далее. Процесс полного анализа довольно продолжителен по времени, в зависимости от объема накопителя. По завершении перейдите в папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть, отметьте их и кликните по кнопке «Восстановить». А теперь давайте разберем как восстановить загрузку системы после возникновения ошибки. Итак первый вариант решения проблемы изменения конфигурации BIOS. Он может сработать, если вы не делали никаких изменений с дисками, не добавляли новых SSD или HDD накопителей и не вносили изменений. Откройте BIOS или UEFI. Зайти в него можно нажав клавишу Escape сразу после появления ошибки. Далее перейдите в раздел «Загрузки». Если в BIOS присутствует опция Windows Boot Manager, установить ее как первое устройство для загрузки. Если такого пункта нет, выберите в качестве первого устройства диск, на котором установлена операционная система. Проверьте наличие опции в Fast Boot параметрах. Если она активна, отключите ее, установив значение Disable. После внесения изменений, сохраните настройки. Клавиша F10. Save. Перезагрузите компьютер и проверьте загрузку системы. Если ошибка все еще появляется, а на вашем компьютере установлено несколько физических дисков и на предыдущем шаге вы указали системный диск, попробуйте выбрать другой диск в качестве первого загрузочного устройства. Иногда загрузчик находится на другом диске, отличном от того, где установлена система. Также в некоторых ситуациях причиной появления ошибки может быть функция быстрого запуска. Если вы заметили, что ошибка возникает после выключения компьютера, но не появляется при перезагрузке, возможна причина именно в быстром запуске. Для отключения быстрого запуска системы откройте панель управления. Электропитание. Действие кнопок питания. Изменение параметров, которые сейчас доступны. Здесь снимите отметку напротив «Включить быстрый запуск» и «Сохранение изменения». Если вы заметили, что ошибка появилась после изменения настройки BIOS, сбросьте его настройки по умолчанию или верните изменения. Для сброса нужно найти соответствующий пункт. Для следующих методов вам понадобится загрузочная флешка с Windows. Как создать загрузочную флешку можете посмотреть в отдельном видео. Ссылку я оставлю в описании. Итак, загружаемся с флешки во время загрузки в клавиши F2, F11 или F12 для выбора загрузочного устройства. После загрузки из установочного носителя выберите «Восстановление системы». В этом меню есть несколько опций. Выбираем «Восстановление при загрузке». Это автоматический процесс, который попытается восстановить загрузочные файлы. Если автоматическое восстановление не решило проблему, вы можете попробовать восстановить загрузочные файлы вручную через командную строку. Для этого откройте командную строку в разделе «Устранение неполадок» и введите в следующие команды «FixMBR», «FixBoot», «ScanOS», «RebuildBCD». Эти команды исправят загрузчик и помогут Windows найти необходимые файлы для загрузки. Следующее решение – проверка диска на ошибки. В программе установщика для запуска командной строки нажмите сочетание клавиш «Shift» плюс «F10». На ноутбуке возможно потребуется нажать дополнительную кнопку «FN». После выполните по порядку следующие команды «DiskPart», «ListVolume». Здесь нужно определить букву системного раздела. При загрузке с флешки это может быть не диск «C», «Exit». Далее вводим такую команду. Здесь нужно указать правильную букву диска. Ждем завершения процесса проверки. Затем выполним команду для исправления системных файлов. При наличии ошибок загрузите компьютер в обычном режиме и проверьте наличие ошибки. Следующий способ поможет в том случае, если ошибка появилась после переноса системы на другой диск. Это может произойти, если вы отключили или отформатировали старый системный накопитель. Если старый накопитель остался без изменений, в таком случае его рекомендуется отключить перед выполнением следующих действий. Итак, снова загружаем ПК с установочной флешки. Жмем Shift плюс F10. В запустившейся командной строке вводим следующие команды «DiskPart», «ListVolume». Здесь нужно определить букву системного раздела, в моем случае это такая буква, а также номер раздела с файловой системой FAT32, с UEFI загрузчиком. При наличии раздела FAT32 вводим следующие команды. Здесь нужно указать номер раздела с FAT32, присвоим ему букву «Exit» и после вводим такую команду. Здесь нужно указать букву системного диска и букву раздела. Если раздела FAT32 нет, система установлена в режиме Legacy на MBRDisk. В таком случае выходим из «DiskPart» «Exit» и выполняем следующую команду. Здесь также нужно указать букву системного раздела. После перезагрузите ПК и проверьте наличие ошибки. Если вам не помог ни один из представленных методов, единственным решением будет переустановка системы. В таком случае системный диск будет затерт и все файлы, которые на нем хранились тоже. В таком случае лучшим решением будет восстановить файл из диска с помощью программы для восстановления, а затем переустановить систему. Как я уже говорил ранее, достать файлы с диска вам поможет программа Hetman Partition Recovery. Итак, мы рассмотрели несколько методов, которые должны помочь решить данную ошибку. Как видите, проблема может быть связана как с настройками BIOS, так и с повреждением загрузочных файлов или неправильной конфигурацией дисков. Важно не паниковать и шаг за шагом выполнять предложенные действия. В большинстве случаев проблемы можно решить без переустановки системы. О том, как установить систему заново и не потерять при этом важные файлы у нас на канале есть отдельное видео. А на этом все. Надеюсь данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok